Добрый день, уважаемые коллеги. Мне, как руководителю, разрешите представить наш проект, наш доклад о летательном симулировании полета летательного аппарата с помощью системы управления учебным макетом. Этот макет, эту систему делала наша группа студентов. Сейчас Екатерина расскажет все. И мы делали в течение примерно двух семестров, начиная с октября. Цель двоякая была. Во-первых, чтобы студенты своими руками могли бы разработать систему управления вот таким, так сказать, дроном, летающим на столе с тремя степенями свободы. То есть вот этот макет, на него прикрепляется с пропеллерами, все, вот Екатерина расскажет, и у него первая степень свободы вверх-вниз, значит, по высоте азимутальная, вторая степень свободы, и третья степень свободы — это вращение. Вот мы специально делали наземную и подвижную часть и разработали телеметрическую систему, когда с борта передаются данные информации, а с земли на борт передается команда управления. Передаю слово Екатерине Бесчвертной. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Тенденция перехода с пилотируемых летательных аппаратов на беспилотные требует обучения новых специалистов, требует поставки новых задач перед разработчиками. Необходимо готовить специалистов по управлению, пилотированию БПЛА, поэтому для достижения этого требования важно разработать такую систему управления, которая позволила бы в рамках учебной деятельности обучать новых специалистов, то есть пользователи смогли бы тренироваться и совершенствовать свои знания и навыки в пилотировании. Таким образом, объект исследования — это информационная система летательного аппарата, информационная система управления учебным макетом летательного аппарата. И предметная значимость заключается в том, что данная система управления позволила бы оценить свое мастерство в пилотировании, а также могла бы служить в развлекательных целях. Таким образом, цель в данном докладе — рассмотреть разработанную авторами систему управления учебным макетом летательного аппарата. И важно рассмотреть, как происходит симуляция пилотирования. Поставленные задачи — это обозначить важность разработки, требования к системе и раскрыть понятие симуляции. Далее следует рассмотреть саму информационную систему управления, составить алгоритм работы системы, провести экспериментальный запуск и сделать выводы. Разработка важна для студентов, так как им необходимо учиться разрабатывать систему управления. Разработка модулей учебного макета летательного аппарата также имеет значимость. Требования к системе можно разделить на функциональные и нефункциональные. Функциональными требованиями были бы требования к аппаратному обеспечению, программному и прочие требования. Итак, аппаратное обеспечение. Что подразумевается? Что существует некий летательный аппарат, вернее его прототип, являющийся подвижной частью системы. Он будет управляться с помощью микроконтроллера. Далее будет присутствовать датчик, измеряющий углы эйлера. Алгоритм, далее будет наземная часть, собственно, управляющая подвижной с управляющими компонентами. Будет датчик, измеряющий высоту по эхолокации, датчик, измеряющий высоту по давлению барометру и комплект из миниатюрной камеры для визуализации авиагоризонта и очков. В качестве программного обеспечения какие требования к нему? Должен быть простой интерфейс пользователя, понятный предпочтительно на базовом LCD-дисплее, либо через ПО, или для визуализации авиагоризонта на панели пилота, компаса. Также можно сделать авиагоризонт с помощью FPV очков и камеры. Далее требуется алгоритм для визуализации авиагоризонта по углам эйлера, алгоритм для того, чтобы наземная часть могла связаться с подвижной, для регулирования имитированного полета летательного аппарата. Также важно выбрать язык программирования подходящий, чтобы он отвечал запросам по производительности системы, чтобы он имел доступные необходимые библиотеки для компонентов системы. И, в принципе, важно, чтобы была возможность окалибровки системы для обеспечения точности измерений. Далее важно сказать, что система должна отвечать требованиям надежности, безопасности, отображать результаты управления летательным аппаратом на экране ПК, чтобы пользователь мог отслеживать ситуацию. Система должна быть стабильной при работе на простом микроконтроллере. Должна быть документация и поддержка, то есть документация с программным кодом и поддержка пользователя по вопросам установки и использования системы. Также важно, чтобы в числе нефункциональных требований обозначить надежность, также обозначить, что требуется высокий уровень обеспечения надежности в имитации полета и управлении им, должна быть производительность, то есть что имеется в виду, должна быть оптимизация выполнения экспериментальных полетов, учитывая ограничения ресурсов, эргономичность, учетов параметров энергопотребления, минимизация любых возможных компонентов, то есть как можно меньше компонентов в самой системе, дабы она была более мобильной. И, собственно, сама мобильность тоже идет как требование к системе, нефункционально. Ну и, конечно, энергопотребление. Перейдем к понятиям симуляции. Симуляция полета — это моделирование условий полета, когда летательный аппарат как аппаратная часть системы либо отсутствует, либо она является статичной, либо ограничена в степенях свободы. В чем заключаются отличия? Далее рассмотрим именно симуляцию пилотирования. Симуляция пилотирования немного другое — это моделирование управления летательным аппаратом, при котором пользователь выбирает удобное для себя рабочее место, ему не обязательно выходить на улицу для запуска летательного аппарата. Само установка настольная. И также пользователь может не нуждаться в летательном аппарате в иных случаях, либо он обходится именно настольным тренажером имитации полета. На слайде представлена информационная система управления учебным макетом летательного аппарата, смоделированная в среде Тинкеркад. Тинкеркад — среда моделирования. На этом слайде представлен учебный макет летательного аппарата, его подвижная часть. Говоря об алгоритме работе системы, следует сказать, что наземная часть управляет подвижной с помощью управляющих компонентов, и связь между ними беспроводная. Соответственно, прием передачи данных происходит по каналу, выбранному в радиоэфире. В ручном существует два режима работы системы. Это ручной режим пилотирования и автоматический. Что происходит в ручном режиме? В ручном режиме пилотирование подвижной частью системы пользователь и в том, и в другом режиме использует наземную часть, чтобы управлять подвижной. В первом случае, когда ручной пользователь передвигает ползунки и крутит ручку энкодера, меняя таким образом тангаж, крен и курс летательного аппарата, в автоматическом же режиме происходит стабилизация высоты по датчику-высотомеру, ну, либо, можно сказать, это… Ну да, собственно, все верно. Датчик, измеряющий высоту по эхолокации. Во время кручения ручки энкодера и передвижения ползунков меняются углы эйлера. В автоматическом режиме полета пользователь задает высоту полета, она считается желаемой. Далее в системе также есть такой параметр, как текущая высота. То есть мы можем видеть на LCD-дисплее, какая сейчас высота, и далее по прописанному в коде алгоритму начинается стабилизация. То есть происходит повышение или, наоборот, снижение управляемого полета, в зависимости от того, в большую либо в меньшую степень отличается текущая высота от заданной. И таким образом она изменяется на 10%. Это погрешность. И происходит не сразу, где-то три таких взлета-посадки можно совершить, снижение и взлета, но после этого происходит окончательная стабилизация, и высота достигает заданной величины. Нужная высота достигается вот таким же образом как раз. Именно это речь шла об автоматическом режиме. Далее высота остается неизменной после такой стабилизации. Пользователь может задать уже другую высоту, как желаемую, и далее произойдет то же самое. Стабилизация. Также в автоматическом режиме работы системы пользователь может задать курс летательного аппарата. Есть более технические моменты. Отличие ручного режима управления от автоматического. В ручном режиме система управления учебным макетом летательного аппарата имеет ЖК-дисплей. На нем отображается название режима AVG Manual Mode. В автоматическом же это будет AVG Auto. Далее в ручном режиме отображаются три параметра. Это углы Эйлера. В автоматическом, соответственно, отображается угол курса. И, наконец, высота, которая текущая. Там будет заданная высота отображена и текущая. Здесь на слайде как раз представлены немножко другие элементы системы. Это элементы визуализации. Реализована панель управления, как если бы это был самолет и что бы видел пилот. Его бортовая панель. На ней отображен авиагоризонт с центральной и периферийной шкалами отображения углов Эйлера. Также здесь видны, помимо программных аппаратных элементов, это как раз FPV, камера и очки. Репозиторий GitHub кода доступен по ссылке. Здесь мы видим управление имитацией полета, то есть наземная часть и управляемая в режиме полета. Справа мы видим установку. Здесь мы видели плоттер последовательного соединения, где видим, как происходит стабилизация высоты в автоматическом режиме. Что я уже рассказала. Вот процессинг. Соавторы в процессе разработки. Публикация. И в заключение важно сказать, что все задачи были достигнуты. И информационная система управления учебным макетом была опробована, прошла тестирование своего функционала успешно. Далее мне хотелось бы показать видео. Как оно называется? Спасибо большое, что переименовали. Здесь управление происходит в ручном режиме пилотирования. Здесь же видим, что это весы Робер-Валя и происходит балансировка благодаря противовесу. Обратите внимание, что это дергание не из-за того, что это робот, а потому что китайский процессор Лунсон, он немножко дерганный с видео. Ну типа круто. Вообще надо было с этого видео начинать, а то как-то скучновато было, по-моему. Ну что, можно задавать вопросы, да? Да, готов отвечать на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Добрый день, спасибо за сообщение. Тема очень интересная, беспилотники. Ну вот вы это начали как такой научный доклад. Научный доклад начинается с литобзора. А какие еще на эту тему есть проекты? Вот вы там про Трик-студио, про Газеба-робот-симулятор вообще слышали? И комплекты, которые с ними работают? Мне была очень интересна эта тема. Я ее изучала и увидела именно в качестве программного и аппаратного обеспечения такие реализации. Это симуляторы полетов. Они больше служат для развлекательных целей, чем для обучения уже специалистов. И соответственно, не везде, опять же, заходя на тему программного обеспечения, не везде, возможно, доступен Linux. Этот вопрос я оставлю на дальнейшее исследование. Можно ли их как-то интегрировать? Но, в принципе, действительно хорошая тема. Также я рассматриваю аналоги разрабатываемой системы. Это тренажер QNET в Тол. Там есть также степень свободы, но она единственная, там одна степень свободы. И он многофункциональный, служит не только для реализации пилотирования, для симуляции полета вертолета. В качестве одного из примеров такой был. У меня вопрос по поводу простого распространения. Как обычно, такие вещи надо применять. Доклад, кстати, замечательный. Большое спасибо. Очень интересно было. По поводу распространения. Я так понимаю, что исходный код на гитхабе, то, что показали, это именно исходный код этого проекта. А инженерная составляющая, чаще всего проблема именно репликации подобных проектов, как вы представили, состоят именно в железе. И вот инженерная составляющая, схема, чертежи, как что-то для этого нужно. То есть я могу взять какую-то инструкцию и собрать вот такую же установку у себя. Оно выложено где-то или это именно только исходные коды выложены, а остальное уже надо к вам обращаться, допиливать? Мною были разработаны и схемы электрических соединений, и функциональная схема. Они пока что не находятся в свободном доступе. Это очень хорошая идея их опубликовать в дальнейшем. Возможно улучшить, вообще планируется дальнейшее развитие системы, можно добавить туда пидрегулирование и можно усовершенствовать некоторые другие параметры системы. И уже поменять. Коллеги, спасибо большое за доклад и обсуждение. Спасибо за предложение. Следующий доклад теперь.